Субтитры создавал DimaTor 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 ДimaTor 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 У меня просто вопрос такой интересный. Я к себе его применял тоже. Я могу за себя сказать, что далеко не всегда в подобной ситуации я уверен, что Бог ответит. Я уверен, что у многих из присутствующих здесь точно так же возникают сомнения при решении каких-то ситуаций, что Бог ответит. Обратите внимание, Иосиф говорит, что Бог даст ответ во благо пора. Он еще не помолился, он еще ничего не спросил, но он, пройдя определенные испытания, он настолько уверен в Боге, что Бог обязательно ответит. При всем при этом обратит. Обратите внимание, кому ответит. Яков 1 глава 2.8. Мы их оцениваем как атаку со стороны дьявола. Ваши веры производит. Терпение. 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 И не сомневаться в том, что он к ним благ, так же, как и к нам. И по поводу вожделения наших тоже еще один интересный момент из этой недельной главы. Значит, Иосиф предложил программу спасения Египта. В чем она заключалась? Все народы, принадлежащие Египту, все производители пшеницы, там или ичменя, что там выращивалось, значит, они были обложены 20% налогом. В течение 7 лет взимался налог в количестве 20% от дохода, а урожай был действительно большой. Я сегодня хотел произвести такой небольшой подсчет. Написано, что один колос давал жменю зерна. У меня просто дома не нашлось, к сожалению, ни пшеницы, ни даже риса именно в зернах. Но я обязательно это сделаю. Хочу набрать жменю и посчитать, сколько там получается зернышек. Это очень интересно. Я думаю, что урожай был, наверное, такой же, как во времена Якова, во времена голода. Значит, смотрите, получается, что 20% дохода от Египта спасло Египет и окружающие народы от голода в течение последующих 7 лет голода. У меня вопрос, а что же стало с оставшимися 80%? Извините, это намного больше, чем 20%. Вопрос, почему те, у кого оставалось 80%, стали рабами тех, у кого в руках было сосредоточено 20%? А потому что использовали для своих вожделений, просто съели это. Знаете, есть такая простая фраза, что человек, который съедает весь свой доход, то есть фактически тратит на себя, к примеру, получил 500 долларов в месяц, и эти 500 долларов потратил, живет от зарплаты к зарплате. Так вот, такой человек ничем не отличается от раба, потому что работает для того, чтобы есть, пить и во что одеться. А Ишуа говорит, не думайте о том, что вам есть, что пить и во что одеться, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем имеете нужду. Нам нужна мудрость для распоряжения тем, что Бог нам дает. Если бы те люди, которые отдавали 20%, задумались, а с чего вдруг такие изменения в экономике страны, ну или по крайней мере последовали бы тому же примеру, помимо того, что отлагали для налога государству, еще бы и себе отлагали 20%. Я думаю, что те, кто откладывал бы, они бы прошли бы голод и не стали бы рабами фараону. А рабами фараону стали все египтяне, причем не просто рабами земли, скот, все было продано, если вы помните. Это были те, кто были намного богаче, чем фараон, по сути, ну в общей своей массе, понимаете? Ну просто элементарные цифры. 20% спасло, 80% было съедено, хотя могло спасти намного больше. Поэтому давайте вспомним, что мы призваны к свободе, только бы свобода наша не послужила исполнению вожделений наших. С праздником Ханаки!